Личный приём граждан в онлайн-формате провёл председатель законодательного собрания области Владимир Киселёв. Жители обратились совершенно разными запросами. Одни просили помочь в создании музея кино в Суздале, другие – изменить закон, касающийся многодетных семей, чтобы льготы на них распространялись до тех пор, пока старший ребёнок не окончит ВУЗ. С просьбой отремонтировать одно из старинных зданий в Покрове, в котором сейчас находится Центр детского развития, обратилась директор учреждения Ирина Панова. Мы обращались в администрацию города Покров, но, к сожалению, наш город очень маленький. Он замечательный, но он маленький. И бюджет города тоже, соответственно, очень маленький. И поэтому вынуждены были обратиться уже к более вышестоящим органам. Поэтому приехала сегодня к Владимиру Николаевичу Киселёву, попросила помощи. Зданию, о котором идёт речь, что 11 лет, и оно не ремонтировалось почти полвека. На фотографиях, которые передали Владимиру Киселёву, именно этот дом. С фасада отваливаются куски штукатурки, проводка почти истлела. Ну а то, что нужно исправить в первую очередь, это крыша, которая уже 20 лет как требует капитального ремонта. А точнее, полной замены. Здание, в котором располагается Центр детского развития, относится к памятникам культурного наследия. Поэтому на уровне местной власти взять и отремонтировать его никак не получалось. Владимир Киселёв отметил, так сложилось из-за бумажной неразберихи. А значит, это дело решить возможно. Само помещение принадлежит одному уровню власти, Центр детский другого уровня власти. И плюсом ещё объект является памятником, там особые требования к его ремонту. Но вот сегодня вместе с главой района нашли, я думаю, что нашли пути решения этого вопроса. Тем более, там не такая заоблачная сумма на этот ремонт нужна. Для нас нет ни больших, ни маленьких вопросов. Любой вопрос, даже самый небольшой, с которым обращается гражданин, конечно, он требует отдельного рассмотрения. И мы стараемся делать всё возможное для того, чтобы помочь конкретному человеку. Именно из этого у нас исходит сегодня вся работа законодательного собрания.